К нововведениям в образовании оказались не готовы ни родители, ни педагоги. Отдельные новшества воспринимаются с большим трудом. С разъяснениями выступил городской отдел образования. На специальных семинарах для педагогов обсуждают вопросы и сложности, с которыми учителя могут столкнуться в своей работе. Сама программа, сам учебник, он немного необычен, как я уже сказала. Но вникая, как говорится, век живи, век учись, благодаря этому, наверное, мы идем к тому, чтобы достичь каких-то успехов, чтобы видеть результат в своих детях. С нового учебного года родители учеников первых, вторых, пятых, седьмых и девятых классов ждет сюрприз. Теперь итоговая, или как теперь принято называть, суммативная оценка будет выставляться по результатам контрольных срезов и письменных работ после каждого раздела. То есть привычных ежедневных отметок в дневнике и журнале для учеников этих классов не будет. В этот журнал вводятся только оценки за суммативное задание. Вот оценивание с прошлого года у нас немного необычное. Отличается от того, что было до сих пор в прошлом. Если же мы в бумажный журнал ставили обычные текущие оценки, то здесь в электронном журнале вводятся оценки только за суммативные задания. То есть в конце, вот у нас весь учебный год разделен на какие-то разделы, вот тем, учебник, программа учебная. И вот в конце каждого раздела проводится суммативное оценивание. Это вот что-то вроде контрольной работы. И балл, который получил ученик, вводится в этот электронный журнал. В городском отделе образования уверены, такие мастер-классы, тренинги и коучинги не просто вооружат учителей новыми знаниями, но и научат, как применять их на практике. Для тех учителей, которые не прошли курсы, мы проводим отдельные секции. А на следующей неделе, 2-3 дня, 20-го, 21-го, 22-го будем проводить с учителями, которые не прошли курсы. С каждым учителем проработаем, которые не прошли курсы. Будем проводить специальные мастер-классы, коучинги. То есть мы будем их вооружать, чтобы они не боялись. Как 1 сентября я приду, буду ввести этот предмет. И мы их вооружим на следующей неделе на этих коучингах, занятиях специально. И будем проводить их по 30 школ, по 25 школ, чтобы за круглым столом, чтобы каждый учитель мог прочувствовать, что ему предстоит, как это будет делаться. В свете реформ образования подобные мастер-классы не помешают и родителям. Как заверили в отделе образования, мамы и папы, болеющие за своего ребенка, получат необходимую информацию в ходе родительских собраний. За разъяснениями можно также обратиться непосредственно к классному руководителю.